Приветствую вас. Я бы сказал, что имеет смысл подумать немножечко над тем, как бы вы могли наладить отношения с женой, хотя бы чисто такие вот, дружеские. Чтобы был какой-то контакт, чтобы было какое-то общение, чтобы доверие было между вами. Вот. И тогда я думаю, если так сделать, то у вашей жены появится неплохая возможность высказать вам то, что ее беспокоит, то, что ее гложет. Например, да, это могут быть, собственно, ну, определенные обиды, это могут быть определенные, ну, какие-то непонятки, там, там, с ее стороны, допустим, ну, непонятки вас я имею в виду, да, то есть вот то, что она могла неправильно понять, неверно понять, ну, относительно, опять же, повторюсь, относительно вас. И, собственно, это могло бы поспособствовать налаживанию отношений между вами, хотя я и не рассчитывал бы на то, что ее вот чувства, да, к вам вернутся. То есть, если вернуться, это, конечно, хорошо и замечательно, вот, но я бы на это не рассчитывал бы, вот. Просто потому, что они могут не вернуться. Есть еще момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вы пишите, что отпустила свою жену. Ну, то есть, вот, вы пишите, что он, когда она решила, там, уйти, да, вы ее отпустила, вот. Сейчас вы говорите, что вам тяжело видеть ее похождение. Мы называем это вот так, пренебрежительно, похождение. То есть, это, ну, от вас вышла, если я правильно понял. И раз она от вас вышла, она может, ну, начинать другие отношения, она может строить эти самые отношения, ну, вот. И, как бы, почему вы считаете, что это похождение, большой вопрос. То есть, пока жена чувствует от вас, вот, сопротивление, да, ну, какое-то сопротивление. Пока жена, ну, пока ваша, как бы, супруга чувствует, вот, такую, ну, сопротивление. Я бы сказал, что довольно мало, значит, вероятно, что вы сможете ее вернуть. Ну, просто потому что она будет видеть вас, вот, ну, врага в какой-то степени, да. Ну, может быть не врага, не обязательно враг, может быть такой оппонент, я бы сказал. Вот и, соответственно, крайне важно, чтобы вы, ну как бы, учитывали это. Вот. Крайне важно, чтобы вы отдавали себе отчёт в этом. Вот, я бы сказал, что это один из принципиальных моментов. Если данный момент не соблюдается, то жену вам вернуть будет практически нереально. А, нет, ну это не означает, да, что нереально вообще, это не означает. То есть, шанс, то он всегда, как бы, есть. Но вопрос в том, да, насколько это реально. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду. Дело в том, что если вы любите жену свою, то это нужно, как бы, демонстрировать, что вы её любите. Понимаете? Какая штука. Любовь – это желание что-то делать для человека. Понимаете? Вот. Это именно вот желание что-то отдавать человеку. А у меня сложилось такое впечатление, что в большей степени вы хотите от неё получать. что она вам, вот, ну, в большей степени нужна. Вот. Я не говорю, что это, что это на сто процентов плохо. Я не хочу так сказать. Вот. Единственное, что я хочу сказать, это то, что крайне важно, чтобы вы, ну, не путали вот одно с другим, да? То есть крайне важно, чтобы вы, делая шаги навстречу своей жене, не повторяли тех ошибок, которые уже совершили. Поэтому, поэтому, прежде чем её возвращать, убедитесь в том, что хотите именно вот, ну, именно её вернуть, а не чего-то, ну, а не чего-то другого. Вот. Потому что, в противном случае, вы можете просто-напросто потерять её, ну, совсем, вот, то есть, возможности, возможности вернуть её у вас может не быть, вот. Если вы, например, её вернёте, вернёте, да? А потом, опять, будут какие-то трудности, вот, и вы снова разойдётесь. Ну, примерно, примерно, такой ответ я мог бы вам дать. Да. Дальше. Значит, сейчас она встретила мужчину, которая не заботится. Так, ну, на это я сказал. Так, я люблю, хочу вернуть во многом-многом. Да, Александр, вот ещё важная деталь, да? Сформулируйте свой вопрос. Пожалуйста, к психологам, да? То есть, как бы, вернуть её. Вы хотите нашей помощи в том, чтобы, ну, чтобы мы помогли вам её вернуть. Если я правильно вас понял, вот, это не стопроцентный способ, то есть, как бы, вам самому, ну, придётся что-то делать, да? И, может быть, ваша жена, она скажет вам «нет». То есть, вот, что бы вы ни сделали. Поэтому, убедитесь, наверное, в том, готовы ли вы принять видео «нет», да? Вот, и если вы, если вы готовы принять видео «нет», то можно, в принципе, начать предпринимать какие-то попытки, да? Ну, это должно быть очень осторожно, это должно быть очень деликатно, на мой взгляд. Вот, это должно быть очень, как бы, ну, нежно. Я бы, наверное, так сказал бы. Всё. Вот. То есть, это вот всё крайне важно. Вот. Убедитесь в том, что, ну, что сможет это сделать. Вот. Потому что, если у вас есть сомнения в этом, то, может быть, и не нужно тогда. Может быть, тогда, эээ, не нужно пока её возвращать ещё, да? Ээээ. Эээ. Ничего хорошего, эээ, вы не добьётесь, эээээ, под... ну, под... ну, под... ну, под... ну, вот. Вот. Это то, что я мог, могу, могу вам сказать. Ээээ, сейчас, вот, на... на данный, ну, на данный момент, по крайней мере. Вот. Эээ, давайте, наверное, на этом, тогда, эээ, закончим, эээ, мой ответ, да, пока что. Ну, я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделали. Ээээ... если вы, ну, вот, если вы говорите, например, например, ээээ, что мне тяжело видеть, видеть там, ээээ... ее... прохождение брить, а то, может быть, имеет, ээээ... смысл, ээээ... поработать, эээ, вот, с тем, ээээ... чтобы не было, не было, тяжело. Вот, может быть, такой, ээээ, вот, смысл, ну, такой момент, ээээ... имеет, ну, имеет, 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 вношение. Ну, вот, надеюсь, что вы сможете для себя какие-то выводы сделать, да, и решить, эээ, как именно вы будете возвращать свою жену, а, может быть, и... не будете, там, совсем, например, ну, то есть... могут быть... могут быть разные варианты. на мой взгляд, да, и... ээээ... сейчас вы... хотите одного, а, там... потом, может быть, вам захочется чего-нибудь другого, или... вот. Удачи вам! Всего самого доброго! 2017 2017 Продолжение следует...